Русский север в Каире Русский песни о России, Югре и Нижневартовске исполнят творческие коллективы Центра национальных культур, а перед концертом организуют выставку «Хантыйская стоянка». С этого по 24 января, безусловно, помимо того, что это очень знаковое событие в целом для округа и, безусловно, для Нижневартовска, очень важно и знаково, что наши коллективы поедут именно в юбилейный год. Для нас это тоже такой подарок городу Нижневартовску от Министерства культуры Российской Федерации. Археологический центр могут создать в Югре. Речь о проекте зашла во время визита Натальи Комаровой в Нефтьюганск. В ходе рабочей поездки губернатор посетила научно-производственное объединение «Северная археология». Там-то ученые и посетовали, что в округе можно было бы активнее развивать это направление. По словам историков, материала для работы у них хоть отбавляй. Уже сейчас с «Северной археологией» реализовано несколько крупных проектов, в числе которых история Солымского края, река Балык, река Аган и другие. Первые исследования городища Каюкова позволили выделить новую археологическую культуру раннего неолита. Продолжается изучение русских северных городов и острогов 16-18 веков, в том числе Мангазеи, Березово, Старо-Таруханско, Нижне-Сколымского и других. Сейчас историки хотят поделиться своими знаниями, опубликовав все материалы в отдельной книге. Кроме этого, в планах ученых в рамках археологического центра снимать научно-популярные фильмы, которые будут интересны не только взрослым, но и детям. В рамках научного раздела будет, предполагается, привлечь школьников, воссоздать те детские археологические лагеря, которыми мы занимались 20 лет назад. Но они были потом закончены работать со студентами, проводить студенческие практики, привлекать всех интересующих, всех исследований. То есть вовлечь жителей округа в процесс познания исторического прошлого, археологического прошлого через раскопки, выпустить совместные труды. Я всегда поддерживаю вот именно такой подход, какой бы серьезной, взрослой не показалась бы программа. Важно, чтобы молодые люди, дети были вовлечены в нее. Соглашусь с вами, и про кино я не забыла. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОВИД-19 обследованы более полутора тысяч человек. Коэффициент распространения инфекции 1,52. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию 54,6%. Состояние 48 пациентов тяжелое. 31 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки умерли 5 человек с подтвержденным коронавирусом. Вылечился 101 югорчанин. Субтитры создавал DimaTorzok